Всем привет, с вами Эльф Гордон, это Жизнь Феодала, после прохождения по всяческим серверам, там тудым-судым прыгая, пытаясь что-то сделать, во-первых, я попал на русский сервер, где забито было 64 из 64 слотов, и в первую же деревушку, к которой я пришел, такой, йоу, чуваки, привет, на меня накинули с топорами, я оттуда вылезу. И так происходило, наверное, практически в каждой деревушке, пытаясь общаться, ну, как всегда, уж на русских серверах все так неадекватно немножко относятся, но вот вроде бы я нашел какой-то маленький сервер, где немного людей, ну, не то что маленький, а просто немного людей играет, и вроде бы вот скрифанился с четырьмя людьми, вот, и мы вроде бы пытаемся какое-то поселение сделать. В данном случае я занимаюсь сейчас, ну, и тем, чем мне попросили, я, меня попросили заниматься фермерством, и об этом я тоже поговорю, но сейчас я хотел бы сказать, как в этой игре заниматься тераморфингом, то есть выравниваемый, опусканием или подниманием земли. И здесь, ребята, это серьезно, серьезно крутое такое занятие, потому что, потому что это, ну, как сказать, не так все просто, как, к примеру, в Майнкрафте. Во-первых, нам нужно понять, какой уровень у земли, мы жмем тераморфинг, и вот, вот жмем опскриф или как-то, и здесь видно уровень, допустим, вот видите, когда, ну, числа, к примеру, я сейчас хочу вот здесь вот землю выровнять до 25 уровня, то есть мне здесь вот нужно срезать землю, да, где 25,3, а где 24,6, к примеру, поднимать. В данном случае, где 25,3, я пытался копать, но выкопал вот 150 земли, то есть 1, вот 25,3, это 1, вот 0,0 и точка 0,0,1, да, вот это 30 земли. И когда мы вот два раза как бы кликаем в инвентаре на землю, он ее скидывает, ну, можно правой кнопкой вот так вот, и мы поднимаем уровень здесь, как бы высыпаем из нашей сумки, высыпаем землю. И в данном случае мы можем еще раз посмотреть на тераморфинг, обсерв, вот это нажать, еще раз два раза мне надо выкинуть здесь, и рядышком надо будет выкинуть. Вот если сейчас вот я сделаю вот так вот два раза вот сделаю, ну, как бы высыпаем, то есть здесь нельзя там набрать так, как в Майнкрафте, к примеру, земли, и там несколько, пока у вас не заполнится инвентарь, то есть такого нельзя, есть перегруз, и тогда вы уже не сможете. Вот я выкинул, и как даже уже видно, что здесь уже так вот ровненько, ровненький уровень, то есть, видите, если мы жмем опять тераморфинг и обсерв, то здесь 25, 25, 25, вот такой квадратик уже ровненький получился, и так, в принципе, выравнится. И это, поверьте, мутерно, это реально долго, но это и круто, по-настоящему круто, ну, лично мне понравилось. Также дальше, если мы нажмем, нажмем L, то здесь появится профессии, то есть профессии, ну, как вот это вот просто пектинг, я так понимаю, это с рудами работа, потом форесте, это с лесом, ну, то есть с бревнами там, потом натур, лоры, это с травами, потом тераморфинг, это вот как раз-таки вот чем я сейчас занимался, то есть копание, построение, выстраивание стен, крепостей, как видите, здесь там, ну, фермерство и фишинг и хантинг, то есть охота, либо собирательство. В данном случае мне попросили фермерством заниматься, и так, чтобы его прокачать достаточно много, ну, вы, к примеру, вот прибегаем на какую-нибудь полянку, давайте, вот сюда, к примеру, прибегаем и жмем фарминг. И здесь мы можем два вида, как бы, собирать вот это фермерство, что ли, то есть, как видите, я тут уже всякие, всяческие яблок насобирал там и тому подобное. Ну, сейчас давайте посмотрим, что у нас получится из этого собрать. Так, я почитал, что тут у нас происходит. То есть, чтобы, допустим, к примеру, рубить дерево, надо сначала изучить лес, то есть вы ходите и изучаете. Изучается это очень просто, к примеру, мы подходим к дереву, вот сейчас я подкажу вам. Подходим к дереву и вот инспект А3, то есть, ну, может, я неправильно читаю, но вот проинспектировать, как бы, это дерево. И вот нам, понимаете, и здесь вот в форесте вот это у нас прокачивается. И чем выше, тем быстрее вы начнете рубить деревья. Потом вы берете в руки топор и пытаетесь уже его, это дерево, срубить, к примеру. Ну, когда у вас прокачается. Не знаю, когда это, ну, дзинк, так сказать, происходит, но вот некоторые деревья я могу уже рубить, к примеру, а некоторые не могу. Сейчас вот посмотрим. Вот, это дерево я могу рубить и, как видите, я просто жму и начинается она рубка. Надо рубить и не шевелить желательно топором, потому что, если вы начнете шевелить топором, он как бы будет махать в ненужное место. Вот упало бревно и, в принципе, я его могу, вот это круто, взять на хребты и понести. И это реально круто. И все здесь именно так делается. То есть, я могу, к примеру, какой-нибудь профессия та, которая, как сказать, обрабатывает дерево, к примеру, да? Который обрабатывает дерево, он может сюда прибежать и обработать. Ну, я ему могу принести бревно и он его может обработать, в принципе. И это будет очень круто, по-моему, честно говоря, на мой взгляд. К примеру, я вот сейчас вот сюда вот так вот затащу и вот так вот его положу. Но вот его можно еще, как видите, развернуть бревно. Потом так его повыше или пониже. Так вот, с краешек, вот так вот, вот сюда, чтобы оно, как бы, все-таки с края лежало, так сказать, горы. И складываем, то есть, даже я могу выбрать, как оно будет лежать. То есть, тоже это, как бы, добавляет красоты в какой-то своей, так сказать. Это очень круто, на самом деле. Но мне сказали фермерством заниматься. Я пока буду заниматься фермерством. Пере, так сказать, перейти от профессии к профессии несложно. Но другая проблема в том, что... Так. Только проблема в том, что, я так понимаю, не хватит очков на это все. Другой вопрос. Каких очков, да? То есть, опыт, в принципе, здесь качается на все подряд. К примеру... Так. Сейчас. Я надо... Надо вот так вот поставить правой кнопкой. Вот этот вот. И будем... Так, я вообще, что делаю-то? Я что-то вроде бы, как будто бы, собираю, нет? А, нет. Я просто... Вообще непонятно, что делаю. Я не собираю. Я просто что-то качаю. Да. Именно так и происходит. То есть, я именно качаю, как бы... Генерал Экшн. Конструкцион. Стрэндж. 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 Форст. Стрэндж. Что-то я не то делаю, честно говоря. Сейчас. Ну-ка. Закончит. Пускай закончат. Так. А, вот я... Смотрите. Я получил... А если плов сделать... А, это другое. Ну, ладно. Я получил себе вот такое вот растение. Ну, похоже, это ягодки, что ли, какие-то. Грапец. Скорее всего, ее можно кушать. Также вот до этого я нашел горох, пожалуйста. То есть, каждое растение можно находить. Я так понимаю, впоследствии их можно будет сожрать. Ну, и вообще заниматься, так сказать, фермерством по полной программе. Ну, вот смотрите. Я так понимаю, это я откопал. Я... Что я сделал? Интересно. Я не... Даже не знаю, честно говоря. Я предполагаю, что... Ну, как бы взрыхлил землю, что ли. Просто как переводится, честно говоря, вот этот плов. Я не знаю. Но сейчас я быстренько переведу. Плов переводится плуг. Ну, значит... Реально я взрыхлил плугом. Ну, то есть, как бы, получается, взрыхлил землю и, ну, так сказать, сделал доброе дело. Сейчас вот непонятно. У нас каждый пытается, ну, начать, потому что все... Все, так сказать, только начинают. И все только начинают понимать игру. Потому что... Ну, довольно-таки сложно играть. Или Алекс нас покинул. Сейчас мы определимся, что тут происходит. Так. Оп. Блин, нет, не на то. То есть, в принципе, так вот. Каждая профессия качается. И, как бы, социальная часть здесь игры, она, конечно, очень... Да что ж такое-то. Очень серьезная. Потому что... Вот таким вот образом... Конечно, вы можете, наверное, во всех, так сказать, направлениях пытаться раскачаться. Но мне кажется, это как-то будет, наверное, сложно, что ли. То есть, в данном случае я... Да, вот у меня как-то качается грапперс. Че я грапперс получил? А, это грапперс вот этот вот. То есть... Сейчас я просто задумался на секунду. Ой, морковка! Отлично! В принципе, вот так вот, ну, фермерство и качается. Таким вот путем потихонечку добыванием всяких разных предметов. Так же, в принципе, и качается руда, добывается точнее... Вот тут вот нам... А, ну вот. Вот здесь вот было написано, что... По интерамошнике выбрали копать большой туннель. То есть, когда вы в скалу пытаетесь врезать, там именно нужно будет туннель прокопать. Там отдельно есть такое подразделение такое. И чтобы начать копать туннель, тоже нужно будет, так сказать, вот в этом, ну, разобраться и научиться этому всему. Потому что дела такие, конечно, тут вот это развитие, оно намного дольше будет, чем в других играх. По крайней мере, ну вот, по сравнению с Майнкрафтом или что-нибудь типа таких вот, песочность. Потому что там всё это в таком лёгком... Или, ну, как бы, в таком лёгком разряде, так сказать, игры идёт. Потому что здесь всё-таки это как-то так сложно делать долго и невыносимо, так сказать. Оружие начальное очень легко сделать. Ну, а это же всего лишь начальное оружие. Железное, к примеру, оружие, оно тут вообще очень-очень-очень-очень-очень долго будет. Ну, его не будет, потому что, смотрите, нужно будет вот прокачать сначала майнинг. Сначала, точнее, проспектинг, майнинг и потом только смелтинг. То есть, проспектинг, как качать? Вы подходите к любой земле на протяжении, вот, ну, в разных квадратики, к примеру. Сейчас я вам покажу. Ну, вы видели сетку, что её показывать? Вы видели сетку, понимаете, что здесь как бы всё равно квадраты разделены, как, к примеру, в Майнкрафте. Вот если следующий и тому подобное. О, я ещё какой-то... Ещё какой-то лук, по-моему, добыл. Круто. Вот. Классно, мне нравится. Так вот, и в каждом квадратики вы делаете правой кнопкой, жмёте, жмёте... Сейчас, давайте, покажу. Вот, жмёте проспектинг и делайте, к примеру, вот, проверить на железо. И здесь вы делаете радиус проспект... Ну, радиус... Только вот радиус, честно говоря, я так понимаю, это не вокруг вас, а вглубь. То есть, вы вглубь проверяете, есть ли здесь железо на каком-то вот радиусе, примерном. Ну, вот, detected transfer... You have detected... 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 Это у нас detected переводится... Ну, вот, железо. То есть, вот в этом квадрате обнаружено, ну, в котором я стоял, обнаружено железо. Я так понимаю, либо в каком-то квадрате. Ну, нет, именно в таком, каком я так подразумеваю. Вот. И тем самым вы обнаружаете, 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 много раз, там, обнаружаете, много раз пытаетесь найти. И у вас скачается, скачается, скачается до определенного уровня. И когда вот здесь вот немножко начнется вот прокачиваться, как видите, вот здесь у меня уже есть. Когда вот здесь начнется немножко прокачиваться, одну вы один хотя бы получите, тогда вы уже сможете работать киркой. Ну, и... То есть, не только лопатой, так сказать. И все нормально. У вас пойдет туннель, вы сможете туннель копать и вообще работать с рудой, так сказать. Притом еще вы не сразу сможете работать с наклон... Ну, с шибко наклоненными, как бы, стенами. Это, как бы, вам не сразу будет дозволено. Что-то... Что-то примерно в таком... Время... Плуг, плуг. Ну... Я вот не понимаю, это что, плуг? Ну, плуг, то есть, ну, это все-таки взрыхлить просто землю, так сказать. Потом я позанимаюсь тераморфингом, потому что это... Вот тераморфинг здесь вообще, он очень тяжелый. Но, ребята, я уже тут походил на других сетях, посмотрел на домики. Ребята, это такое конкретное средневековье, где там, знаете, берите нос, стоит курица прибежала. Очень просто, просто шикарнейшим образом. Так, а вот если теперь я вот... Да, смотрите, я могу посадить вот в этот. Круто! Так, ну, так как я люблю, чтобы было красиво, я себе все-таки выровняю такой определенный участочек. И, ну, посажу туда уже... На этом участке посажу растение, и будет очень круто. Так как выравниваете очень долго, ну, этим я точно не буду заниматься в серии. Ну, хотя можно, кстати, я сейчас, может быть, на паузу нажму. Точно, давайте я сейчас нажму на паузу и повыравниваю немножко, хотя бы, квадратов. Ну, шесть для такого ровного, так, значения, так сказать. Квадратов шесть выровняю, и потом попытаюсь туда посадить, и, конечно же, вам уже показать это. Так что, давайте, скоро буду. Ну что ж, как-то вот немножко, насколько у меня сил, так сказать, терпения хватило. С Домиником мы немножко потаскали бревна и сделали, ну, видите, как бы такой немножко, такой упор небольшой, чтобы, ну, так совсем уж симпатичненько было. Ну, теперь, я надеюсь, будет понятно, что мне сейчас, в принципе, нужно вскопать землю и посадить здесь какие-то растения, которые я на... Торзета накопал, не знаю, надобывал крышки всякие, да там, тому подобное. Честно говоря, вот этот процесс, он довольно-таки прикольный. Когда вот работаешь с кем-нибудь, то есть, ну, копаешь, уравниваешь либо землю, это довольно-таки интересно. Прикольно, то есть, как бы у нас вот... Лесник тоже появился, то есть, ну, так прикольненько. Он еще бревно тащит. Прикольно, вообще, честно говоря, тут... А что дальше будет, когда тут кузницы заработают, там, печки начнут работать, домины, там, и тому подобное. Это совсем меня прям очень интригует, честно говоря, как бы это... Что и как оно все тут будет, это выглядит, прям очень интересно. И, надеюсь, ну, я вам это тоже покажу, потому что лично мне самому просто безбожно интересно. Начальник наш прибежал, мы тут объявили одного чувака командиром, ну, пускай он, так как говорится, командует, потому что, ну, странно нужен человек, который должен, должен пока, ну, говорить, что, где, зачем, куда, допустим, к примеру, что, там, это здесь строим, ну, как-то должно это быть, потому что иначе никак. Так, что-то у нас в глобале там... А, ну, там ребята общаются в глобальной карте. Надо все выкопать все-таки, я думаю. Ну, вот, единственное, что я не знаю, вот, нужно ли воду здесь или чего-нибудь того, типа, чего-нибудь типа такого, потому что... Это, ну, такой момент странный. Так. Ладненько. Вроде бы, как бы, немножко вскопали. Так, а вот, нет, давайте еще этот угол все-таки вскопаем. Хорошо, что здесь, когда копаешь, ну, можно по сторонам смотреть, может смотреть, что другие делают. Вот, вот, еще один ожил, который у нас, чувачок, был в АФК. Ну, и каждый пытается заниматься своими какими-то занятиями, которые изначально были даны, так сказать. Им надо будет бревнышки сложить. Бревна тоже складываются и, ну, очень отлично, можно их по-разному сложить. Ладно. Так, ну, вот, давайте возьмем прям крайний, ну, вот, давайте крайний возьмем блок. И попробуем, вот, пес какой-то посадить. Что это у нас такое пес? Вот, это горох, я так понимаю. Сейчас заценим все, как это делать. Кстати, первая еда, которую вообще, ну, в принципе, можно найти, как бы, чтобы не умереть с голоду, это смотреть по сторонам. Так, и чего у нас здесь? Вроде бы, как будто бы... Вроде бы, как будто посадился. Еще раз, пес, я могу посадить, что ли? Давайте другую посадим. То есть, первое, что вы можете найти, это яблоки. Посмотрите на деревья и прям увидите, что такое прям дерево с яблоками растет. К нему подойдите, там будет в самом низу, там, ну, в меню собрать яблоки. То есть, в принципе, собираются очень много, а как бы нужно их, ну... Так. Ну, вот, к примеру, вот у меня яблоки, 23 штуки. И, поверьте, это небольшое количество. Единственное, что меня раздражает немножко, это... Как сказать? Ну, ел бы он сразу столько количества, сколько нужно, допустим. Ну, давайте вот еще одно съедим, чтобы на все 100%, так сказать, у меня был голод. Так, отлично. Видите, 20 яблок, 21 яблоко у меня и... Так. Как-то странно. Вроде бы я как будто же... Как будто бы посадил, да, семечку. Но, к сожалению, как-то не видно, что... Так, ладно-ка, еще раз. Нит пропер ингредиент... Хат акцию. Так. Такое чувство, ну, как будто, что я вроде бы посадил. Ну, то есть... А вот... Как оно... Ну, не знаю. Странно, вроде... Сейчас я быстренько проверю, как это... Ммм... Вот, сейчас. Скорее всего, это просто тупой, ну, глупый перевод. Программный перевод, но как это по-настоящему переводится? Так. I need proper... Пропер. Что такое у нас proper? Я не знаю, что такое proper. Чтобы... Вот, смотрите. Sof a piece. У меня свиноматка, а что-то там. Был такой перевод у меня. Так. Во-первых, мне нужны палочки. Палочки. Я хочу... О, еще бревно несет, чувак. Он решил натаскать бревен. Прям... Возьмем бренч. И попробуем... Пропер, пропер. Быстрее перевести, наверное, будет. Что-то я не знаю. I need proper ingredient. Так. Пропер это нужен... Ингредиент. Странно. Я немножко, честно говоря, в затруднении. Что... Что... Что ему не нравится? Давайте попробуем, вот, посмотреть еще. К примеру, что это у нас-то. Flax Seed. И Greppers. Flax. Что это еще раз? Flax. Вот, давайте его попробуем. Flax этот. Флакс. Flax. Здесь даже нету его. Этого флакса, чтобы как-то понять. Так, что у нас там? Понятно. Так. Вроде бы такое чувство, как будто бы... Все посадилось, но... Но что конкретно и как оно, честно говоря, я не представляю. Ну, в принципе, если так подумать, то остается только полить, да? И... Полить нужно... Нужно воду набрать. Ну, давайте бегаем за водой, что ли. Потому что... Вода у нас далеко, но ничего страшного. Ну, как далеко. Так, относительно далеко. Чуваку надо помочь с бревнами, типа, потаскать бревна. Наверное, я так понимаю. Потому что... Иначе, что он там попросит? А я затупил что-то. Ну, ладно. Я просто все-таки пытаюсь разобраться с вермством. Ну, и как им заниматься? Смотрите, волк. Волк. Сейчас мы попробуем его грохнуть. Так, во-первых, мы возьмем... Оп. Первый бой, так сказать, мой. Потому что я встречался один раз с волком, но... Очень далеко. Попробуем его грохнуть. Если что, убежим. Так, вот это что такое? Все, бежим. Три жизни у меня осталось. Сейчас мне наваляют по самой не хочу. Ну, смотрите, у него он прям... Ему не очень весело чувствуется. Вот. Ладно, все, нафиг. В попу этого волка. Все-таки у меня топор, а не какой-то меч. Так. Вода вроде бы... Вот. Get water. А, быстро набирается. Так, давайте наберем ее побольше. Жизни, как видите, регенерируются. Но, скорее всего, они регенерируются по... Ну, из-за того, что у меня, допустим, еды много. Ну, может быть, не знаю. Может, от мечей, от ранений. Тут все такое. Потому что, не забывайте, переломы. То есть, если вы прыгнете с большой высоты, у вас не просто жизни потратится, а у вас получится перелом, ну, перелом произойдет. И вы не сможете... Я не знаю насчет, будете ли вы там ползать или тому подобное. Скорее всего, просто упадет скорость. Ну, лично потому, что я не видел здесь какой-то... Какого-то... Ну, как сказать... Ну, то есть, садиться или тому подобное, или ползать. Тут я не заметил ничего такого. Так что... Ладно, попробуем... Так, а у нас что с водой? Можно просто ее выкинуть. Так что... Так, я засадил лук. По морковку, по-моему, да? И еще... Еще что-то посадил. Вроде бы, как бы. Ну, ой. Да ладно. Тут вот эти подменю, они как бы поначалу влезают... Ладно, чуваку надо хотя бы одно бревно помочь унести. А, нет, это не он. А что, разберем? Нельзя складывать в одну? Вроде бы, можно как-то и складывать в одну. Сейчас мы попробуем... Нет, ничего такого нету, чтобы, ну, типа того, полить или что-нибудь в этом роде. Так, вот здесь посажено, вот здесь не посажено. А что у меня осталось-то? Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не хочу я есть. А. Можно ее скушать. То есть, это еда. Ну, все, в принципе. Попробуем сейчас помочь, потому что... Вот, вот, да. Сейчас мы... Сейчас, 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 секундочку. Мы разберемся, да, вот. Оп. 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 Сейчас еще одно бревно положим. Оп. Поможем чувачкам разложим бревна, потому что, я смотрю, они что-то затупили. И это прикольно, честно говоря, мне это нравится. Потому что здесь можно реально вот так вот, ну, какой-то... Так, надо его развернуть, во-первых. Вот так вот развернуть. Я хочу его вот сюда, вот. Вот сюда, вот еще развернем, вот. Немножечко, вот так вот. И опустим. Вот так вот. Оп. Поможем разобраться с бревнами чувакам. Потому что они что-то как-то тупят. В том плане, ну, не хотят... Так, где вот этот квадрат-то? По-моему, все, я тоже уже не могу сюда положить бревно. Ну, давайте рядышком положим. Вот. Рядышком положим. Вот так вот. Так. Чего? А. Юка, оно... Оно... Чего? То есть оно как бы еще не мое. То есть, видите, 13 секунд, 14. Вот это я уже могу переносить и пользоваться им. Потому что, ну, как бы оно не мое. Хоть мы и в пате, но бревна все-таки... Чего-то как бы не хотят. Класс. Так. Немножко отойдем. Чтобы не мешалось бревно. Бревно. И положим его здесь вот. Оп. Ну, вот так вот. Очень даже неплохо смотрится. Такую вязанку, так сказать. Бревен положим. Вот это почему-то не хочешь класть... Странно, что вот не хочет это бревно. Ну, и ничего. Так. Ну, вот почему-то опять оно не хочет вот это вот. Как-то по какой-то непонятной причине. Тут вот тоже примерно... Честно говоря, не понимаю, как это вот работает. Может быть, как-то подглючивает или еще что-нибудь. Потому что, к примеру... Так, вот просто мы сейчас вот этот вот... Оп. Оп. Сложили. Ну, ладно. В принципе, вот так вот с ведрами. Вот, пусть с ведрами с бревнами перекладывать. Не знаю, получится ли у меня здесь... Что-либо сделать. Потому что, смотрите, я вот не вижу, что здесь можно что-то делать с растениями. Уже. Так что, вот. Фарминг только. Ну, посадить можно. Но, я так понимаю, у меня просто этого нету. Так что... До следующей серии я попробую еще что-нибудь сделать. В следующей серии обязательно. Смотрите, он там уже пней наставлял. Что-нибудь скрафтить интересное. Что-нибудь добыть интересное. Чтобы показать в следующей серии. Так что, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставайтесь со мной. Если у вас возникают какие-либо вопросы по игре. То задавайте. Я на них постараюсь ответить. Ну, или мы все вместе на них постараемся ответить. Так что, всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok